В первый день у наших ребят все складывалось не слишком удачно. Игра была вязкая, а судьи допускали контактный баскетбол. Смоля не фалили, соперник же не упускал возможность пробить штрафной и заработать очки. Несмотря на это, хозяева паркета проявили характер и упорство, собрались силами и все-таки вырвали победу. Встреча закончилась со счетом 86-73 в пользу САЭС. За нашу команду пришли поболеть и малыши из детского сада «Лесная сказка». Многие принесли с собой рисунки на тему баскетбола. За свое творчество они получили подарки от организаторов турнира. Пускай смотрит, может потом увлекется, сам будет ходить, играть, кружок. Второй день для десногорцев был более удачным, но и более напряженным. Сказывались ответственность и важность игры. Это давило на обе команды. Наверное, именно поэтому в первые 10 минутки нарушения сыпались, как из рога изобилия с обеих сторон. А четверть закончилась в ничью 20-20. На протяжении всей встречи наши баскетболисты демонстрировали великолепные пасы, перехваты, подборы и владение мячом. А вот с реализацией бросков дело обстояло куда хуже. Кольцо соперника периодически было словно заколдовано. Мяч упорно не хотел в него залетать. Первый статус ФО играет с другими мячами. Молтом, если вы обратили внимание, с желтыми полосочками. И у него совершенно другой отскок, у него совершенно другое ощущение покрытия. И многие из нас впервые с ним встретились здесь. И есть очевидные проблемы. У нас там порядка 18% средние и дальние броски за матч. Но это совершенно не наш уровень. Невзирая на проблемы, результат второго соревновательного дня 99-57 снова в пользу хозяев. В составе нашей команды играли не только десногорцы. К победе приложили руку и легионеры. Тренер нашей команды Евгений Томиловский остался доволен игрой своих подопечных. Хотя курчатовцы и потерпели поражение, они не потеряли боевой настрой. У нас так получилось, что не все смогли приехать. Полкоманды здесь. Ну, думаю, что ребятам тоже было интересно, дали бой, как смогли. Игры плей-офф начнутся в апреле следующего года. До этого на предварительном этапе ребятам предстоит провести ряд встреч. Всего в первой лиге участвуют 7 команд. Это Тула, Курск, Ярославль, Тверь, Брянск, Курчатов и Десногорск. Игры проходят в два круга. То есть впереди еще одна встреча с Курчатовым. Затем пять лучших будут бороться с тремя командами Московской области за попадание в финал четырех. Проведение игр на Десногорской земле и уровень нашей команды были высоко оценены наблюдателями и гостями матча. Красивый город, площадка соответствует всем требованиям регламента. Место проживания замечательно. Радует то, что в таком маленьком городке довольно-таки очень серьезная команда, которая представляет российскую школу баскетбола. Ну и естественно, что может быть кто-нибудь когда-нибудь попадет, будет защищать цвета российской сборной на разных уровнях. Следующую игру смоляне проведут на выезде в Курске 3-4 ноября. А 18-17 состоится домашняя встреча с командой города Тула. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Деснатовы.